За подписью президента принято постановление о дополнительных мерах по совершенствованию налоговой системы Республики Узбекистан. Согласно документу, теперь увеличится количество плательщиков НДС. Регистрация в качестве плательщика НДС станет обязательной. Вводится упрощенный порядок взыскания финансовых санкций. До 1 декабря текущего года будет внедрена программа по бухгалтерскому учету. Более подробно о новшествах в комментарии программы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова И это отражает привлекательность нашей республики для туристов из зарубежных стран. И в этой связи для создания комфортных условий по пребыванию иностранных туристов в нашей республике документом предусматривается внедрение системы Tax-Free, в рамках которой иностранный турист сможет вернуть НДС при совершении покупок в Узбекистане. Это общемировая практика, к ней присоединилось более ста государств, в том числе Узбекистан. И само присоединение и сам переход на эту систему свидетельствует о том, что наша налоговая система готова к международным стандартам обслуживания налогоплательщиков. В целом, реализация задач, обозначенных в постановлении, приведет к обеспечению темпов прироста прямых иностранных инвестиций, улучшению позиций Узбекистана в международных рейтингах, а также показателей индекса деловой активности, обеспечению сокращения разницы в налоговых льготах и преференциях между отечественными и иностранными инвесторами, сокращению правонарушений в налоговой сфере, а также повышению уровня стандартизации и упорядочения налоговых услуг.